МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации и телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко, глядзите угэтым выпуском. Сеоня у Гомере пройдзе выниковая коллегия Галонага управлення идеологичной работы, культуры и пасправах молодзи гомельского Аблы-Канкама. У медицинских установах региона распочинается реализация проекта электронная регистратура. Зима отступила, до конца лютого прогнозуется устойливый плюс. И больше подробязна об этом не только. Выязные приемные по питаниях реализации декрета номер 3 сегодня протягнуть работу у регионах. У Рогачевским райвы-Канкаме прием грамадян проведе первый наместник керавника администрации президента Максим Рыжанков. До речи, у Гомельской области от выплаты сбору на финансование державных выдатков за 2015 год вызвалили каля 13 тысяч человек. Такие дадены на 15 лютого приводить областная инспекция Министерства по податках и сборах. Большаясть злику вызволенных от выплаты сбору людей знаходилися у позаминулым годе у Беларуси меньше, як 183 дни. Яны представили у податковой инспекции адповедные документы. Так само во всех районах в области працуют рабочие группы. Яны разглядают заявы грамадян по вызволению от сбора у совести с тяжкой житевой ситуацией. По этой причине от выплат вызволили 518 человек, и это неопошная личба. Настасия Кучинская протягнет тему. Жихарка Гомельского района Людмила Шалаева одна из тех, кого вызволили от выплаты сбору на финансование державных выдатков. У 2015 годзе яна не працавала, треба было ротовать близкого человека. Муж получил инсульт, сильнейшей формы инсульт, кровоизлиянием, операцией, долгая реабилітація, ну, лежачий был временно. Так я не могла работать. Обратились мы в исполком, нас освободили. Людей, які трапили у тяжкую житевую ситуацию, от выплаты податку, вызволяють рабочие групы виконкамов. У городским виконавшим комітеті Гомеля група збірається двойче на тыдень. Сарат наибольша сповсюдженных причин, скасавання податку, сурьозные захворвання, в учоба, служба в узброєнных силах. Члены рабочих групи мкнуться оценить ситуацию с позиции человечности. Але максимально объективна. Прежде всего, мы смотрим общий трудовий стаж, мы смотрим возраст человека, если человек предпомисённого возраста. Также определенной категорией являются студенты, которым не хватает буквально несколько дней. Они закончили в конце июня учебное заведение, учились наплатно, не смогли потом трудоустроються. А пошній день оплаты збору 20 лютого, але рабочая група виконкамов будуть працавати пасляг этой даты. Тим, кого от падатку вызволять позднее, так само не придется нічого платить. Галунная прозвороти у комиссию подрабязна документально подтвердить тяжкую життёвую ситуацию. Решение принимать тяжело всегда. Вдвойне тяжелее принимать решение, если заявитель в своем обращении указал просто, у него была трудная жизненная ситуация, и он просит освободить его от уплаты сбора. Никаких документов о доходе, либо попытках трудоустройства, либо причину нетрудоустройства он не указывает. В данном случае, какое может быть решение? А тримать консультацию по питаниях декрета номер 3 можно у податковых органах. Тут створены специальные гаражей линии. Их номеры можно найти на сайтах райвы канкамов. Телефоны у Гомеля вы бачите на своих экранах. У ближайшие дни у Гомельской области на пытании по декрети номер 3 готовы отказать таксама специалисты администрации президента. У наступный четверг 23-го лютого у Гомельским абл вы канками на пытание откажа начальник Галонного управления по работе со зворотами грамадян и юридичных особ администрации президента Рыгор Шлык. На наступный день, 24-го лютого, он проведет выездный прием у Буды Кашалевским райвы канками. Настасия Кучинская, Игорь Марыченко. Телерадио компания Гомель. Сегодня у Гомеля проводится выниковая коллегия Галонного управления идеологичной работы, культуры и по справах молоди Гомельского абл вы канкама. На парадку дня пытание кадрового забеспечения деятельности мобильных групп, развития культуры и полиграфии. Зараз идеологичная вертыкаль Гомельской области гэта больше, как 1100 человек, 75% из которых – женщины. В середине Галонных задач этого года забеспечения стабильной громадско-политической ситуации, идеологичное супроводжение реализации программ социально-экономичного развития региона, выявление и поддержка молодежных инициатив. Значную увагу плануется удалить державным сродкам массовой информации. А прача повеличение колькости подписчиков от СМИ чакают протягу работы по створению полновартосных электронных версий и освоению социальных сеток. З уликом оптимизации клубной сетки будет протягнута работа по обслугованию сельского насельництва. До речи, летость клубы региона провели свыше 135 тысяч разностаенных мероприемств, что больше, чем было годом ранее. Новые потребования иснуют сегодня и до публичных библиотек, которые в современных условиях должны быть не только информационными, но и культурными центрами регионов. До других тем. На Гомельщине начинается реализация инновационного проекта «Электронная регистратура». Одинную информационную сетку плануется объединить больше 80 медицинских установ региона. Плюсами новой системы. Подекавился Олег Синцеров. Инновационный проект, который не имеет аналогов в Беларуси, именно так можно назвать систему «Электронная регистратура», якая зараз укорняется у медицинских установок Гомельской области. Идея належит администрации областной клиничной больницы. Необходные сроки вытаткованы из областного инновационного фонду. В одну информационную систему будут объединены 82 медицинские установы. От всех центральных районов и Гомельских городских поликлиник до буйных амбулаторий, что дозволить врачам на местах оперативно взвертаться за допомогой до специалистов областной установы. В электронном формате формируется направление. К электронному этому направлению прикрепляются проведенные на этапе территориальной поликлиники либо районной больницы обследования, лабораторные, инструментальные. Проведено лечение, поскольку это очень важный элемент в консультировании. Для того, чтобы не повторяться, для того, чтобы оценить эффективность проведенного обследования лечения и предложить пациенту при необходимости другие схемы лечения, уточнение диагноза. Кто тысца пациента, то он отримает специальный штрих-код, по яким уже у Гомель трапить до конкретных врачам. В этом месяце областной поликлинице установили специальное обследование. Правда, у людей сталаго взрослого, кристане им, поколь выкликая пыльной тяжкости, на допомогу приходит администратор-консультант. Если человек приезжает из деревни, вопросов очень много. Практически подходишь и пока ввожу всё сама. Но уже к концу ввода и получает, когда он талон, и видит, что он может за несколько минут получить этот талон, совершенно не стоя в этой очереди. Сегодня областной поликлинице до помогу дорослым и детям оказывают у врачей прикладно 30 специальностям. Черных всяких относятся до категории вузских, и больше нигде у Гомельской области не представлены. При этом проектном предупреждается не только обмен электронными документами, а и особистая консультация медиков. Своевременно переданная информация о пациенте позволит врачу первичного звена по месту жительства в территориальной поликлинике вовремя сориентироваться, правильно назначить рекомендованное лечение, оценить эффект и в случае необходимости связаться со специалистом в областном учреждении, который оказывает специализированную, квалифицированную медицинскую помощь третьего уровня. Для того, как система электронная регистратура працавала без сбоев, во всех кабинетах областной поликлиники установили компьютеры, а урачи пришли отповеденную подрехтовку. В принципе, до полномасштабной работы они готовы поступить хоть зараз, але укоронение системы потребует пыльного часу по техничных причинах. Зараз система электронной регистратуры знаходится у режиме пусконаладочных работ. Як чекается у полном объеме и она почне працавать у другой половины этого года. Причем, распроцовщики обещают самые высокие узровень обороны. Никто обращает урача никакой информации о пациенте доведаться не повинен. Олег Сентяров, Валерий Гопанько, телерадокомпания «Гомель». В сиротопластных центров самые низкие цены на жилье у Гомелі. Об этом свечать як статистыка минулого года, так і селетняя. У студені середні ценнік одного квадратного метра складав 567 доларів. Не на шмат дорожей жилье выходеца у Витебску і у Магилёве. А вось у заходніх регіонах країны кошт на жилье стартує от 700 доларів. І, зразуміло, самая дорогія квадратная метра оказаліся у століцы звыж тысячи доларів. Для тих, хто має патрэбу у поляпшэнні жильёвых умов, цена у Гомелі за квадратный метр починається от 325 доларів. Якщо брати сьогодні аналіз по 2016 року, то Гомельська область по статистике імеє саму низку стоімось квадратного метра по всій республіки. Значи, що касається господдержки, она составляє 647 рублей. Що касається других, з долівим участьем, там і з бюджетом, где-то 747 рублей. Якщо конкретно касається долівого участья, то тут другая немножко тема. Тут стоімось може бути разною і в кожному населенному пункці, і в кожному мікрорайоні города Гомеля. Саме популярні аутобусні маршрути загруженності у годинний пік технічний стан аутопарка. Обмерковать гэте і інші опитання, які отычаться дійності открытого акціонерного товариства Гомелі Абл-Аутатранс сьогодні можна буде у промым ефіры. Намеснік генерального директора по перевозках Миколай Конопліцкі стане гостем программы «Діалог». Я навыдзі уфір на таліканалі «Беларусь-Чатыр» у 19.01.50 хвілін. Сває питання і про пановы і заувагі ви можете выказаць паталіфановавши панумары промога ефіру у Гомелі 77-68-45. Гомельський авангард у работах Ефіма Аменівіцкага проставліны у Гомельським палацево-парковым ансамблі. Гэта експозиція свайго роду справоздача аутра до 80-гадовага юбилею. Широкаму колу глядачу проставліна більш як 20 работ Мастака. Усі яны належать розным перейдам яго творчасті і кожнае у своім родзі унікальнае. Гомельський авангардист выделяецца складаным унутрэным светам і ярким індивідуалізмам. Яго філософскія погляды сугучны савецкому часу. Тады молоды і перспіктывны выпускнік Мастацкага училища почаў актыўна праўляць сябе на разнастайных выставах. Унікальнае манера Яфіма Міневіцкага заховэцца і ў работах більш позній эпохі. Сваім жыцёвым празначэнням аутр лічыць Мастацкай мова як мага більш полна даносіць до глядача сваё бачанне ролі Мастака ў сучасным храмацтві. Цель моей жизни это увязать было мои живописные работы теоретическими. Меня ещё спрашивали в 90-м году. Я ещё сам не мог определить, но сказал, можно отнести калангарду к модернизму. Последний 16-й год это 21-й век, где я изобразил герця основателя еврейского государства. Конкурс юных интеллектуалов дедки прайшоў на Гомельщине. Уім прайнялі у дзел в учні трэціх класаў. Кожны район в області прадставіў команду строха дораных школьнікаў. Па час урочистага открытя конкурсу яны демонстравалі свае творча здольнасті. Члены журы оцаніли музычно-танцевальныя нумары на тэму школьнага жыцця. Наш девіз один за всех и все за одного. Оттого, как работает каждый, зависит оценка всей команды «НЕ ПОСЕДЫ». Но вы не подумайте, что мы только «НЕ ПОСЕДЫ». Ещё мы не унываем, не обманываем, не ленимся, не боимся трудностей. После завершения творчей частки юные интеллектуалы приступили до выконання конкурсных заданнів. Яны спробували своє веде у таких школьных дисциплинах, як математика, беларуская і русская мовы, літературное чітання, чоловік і свет. Оцанівалася худкость і якость, а так само умення працювати у команде. Зима отступає. У ближайші дні на Хомельщині заховається адлига. Сьогодні о день слубки термометра піднімутся до плюс трьох. У ночі буде слабий мороз, а субботнім днём невелика адлига. Температурные орелі проведуть до слабых туманів і гололюдиці. У особних районах в області чакається мокрый снег. У вогули за ближайші выходні климатичний фон стане іще більш теплым. Дённые температуры складуть 4 градуси со знаком плюс. У ночі буде каля минус 2. Приход весны мы почувствовали 14 февраля, когда дневна температура воздуха стала слабо положительной, достигла отметки чуть выше плюс 1 градуса. Климатическая весна обычно по традиции у нас это где-то 3 декада февраля начало 1 декады марта. Это устойчивий переход среднесуточных температур через 0 градусов. В этом году мы тоже ожидаем, что где-то именно весна в нашем регионе будет соответствовать климатической весне с посредними многолетними данными. Але у видовочного плюса есть и минусы. Калыханне температур провокуя стваренне ледяшоу сходь снегу и наледзи с даха у домов. Отсюль небезпека прогулок под карнизами и парковок автомобилев побач с будинками. Не варто игноровать отповедные объявы на небезпечных участках. Гэты, а так сама иншая новинная вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tevergomil.by И на гэтым выпуск завершен у студии працавала Наталья Игнаценко. Я и мои коллеги ожидаем вам поспехового дня. До новых субстричей эфиры. Редактор субтитров А.Семкин